В Анивийске и Лаевожске правительство России поручило выставить на аукцион участки недр в Ненецком округе. О планах развития глава региона провел рабочую встречу с генеральным директором за рубеж нефти Сергеем Кудряшовым. За счет бюджета 200 жителей Ненецкого округа смогут бесплатно получить среднее профессиональное образование. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Правительство России поручило Роснедрам выставить на аукцион в Анивийске и Лаевожске участки недр в Ненецком округе. Участок для разведки и добычи углеводородного сырья имеет площадь 761,5 квадратный километр. Согласно данным госбаланса, по данным на 1 января 2015 года, запасов полезных ископаемых и ресурсы нефти на участке составляют более 71 миллиона тонн, извлекаемые запасы 14 с небольшим миллионов тонн, а запасы газа 223 миллиарда кубических метров. В состав комиссии по проведению аукционов, в ходе которого определится компания-разработчик месторождений, войдет не менее 11 человек, включая представителей администрации Ненецкого округа. Раньше действительно получал округ порядка 60% влаты за недры, 60% получал от всех бонусов подписания, от аукционов. На сегодняшний день ситуация поменялась. В перспективе, когда данные месторождения, если они будут распределены, дальше компания, которая придет на их освоение, сделает доразведку, опять же с привлечением подрядных организаций, примет решение обустраивать эти месторождения, опять же, дополнительные рабочие места, это работа, дополнительная налоговая составляющая косвенная. Недропользователь, победивший на аукционе, должен будет в течение двух лет подготовить и утвердить проект разведочных работ, в течение пяти лет выполнить эти работы, в течение шести лет провести пересчет запасов углеводородов на основе анализа результатов разведочных работ, в течение семи лет подготовить и утвердить проект первой стадии разработки месторождения. Обустройство и ввод месторождения в первую стадию разработки должно быть осуществлено недропользователям в течение 11 лет со дня государственной регистрации лицензии. О старте нового производственного сезона и дальнейших планах развития зарубежнефти, которая летом станет оператором еще одного крупного проекта на территории Нинницкого округа, Харьягинского СРП, главе региона Игорю Кошину, рассказал генеральный директор зарубежнефти Сергей Кудряшов. Во встрече принял участие генеральный директор российско-вьетнамского предприятия Валерий Клинчев. Стороны также обсудили деятельность дочернего предприятия «Арктик-Мурнефть-Газразведка», работающего на острове Колгуев. По словам руководителей компании-недропользователей, основной упор в кадровой политике зарубежнефти и «Русфит-Петра» делается на рабочих. Представителям рабочих специальностей была проиндексирована заработная плата. Также во время визита на исторождение Сергей Кудряшов и Валерий Клинчев лично поощрили лучших работников за заслуги перед предприятием. Снизить безработицу в регионе – это главная задача межведомственной рабочей группы по взаимодействию с недропользователями. Также группа будет координировать деятельность исполнительных органов власти, государственных учреждений НАУ и недропользователей при ведении учета инвестиций, направляемых компаниями на развитие региона. Одно из направлений деятельности новой рабочей группы – организация подготовки квалифицированных кадров в нефтегазодобывающей отрасли. С начала года компании-недропользователи предоставили в Центр занятости 94 вакансии по 49 специальностям. Сейчас формируются группы по обучающим программам для безработных граждан, которые желают работать в нефтянке. По направлению от Центра занятости можно обучиться на оператора по добыче нефти и газа, по сбору газа, а также оператора технологических установок. Об этом в программе «Алло-студия» рассказал директор Центра занятости Руслан Волосков. Первая группа у нас уже набрана в количестве 10 человек, операторы по добыче нефти и газа. Они уже начинают учиться на этой неделе. А где они будут проходить обучение? Первая группа будет проходить обучение в Центре повышения квалификации «Лидер». Это образовательная организация, которая находится в посёлке Искателей. Обучение безработных граждан бесплатное. Оно будет проходить на базе Ненецкого профессионального училища. По окончании образовательного курса выдаётся удостоверение установленного образца. Такие меры принимаются региональными властями неспроста. В округе зарегистрировано 634 безработных гражданина. При этом в банке вакансий Центра занятости более 300 рабочих мест, которые предлагают учреждения и предприятия округа. Это значит, квалификация безработных не соответствует требованиям заявленных вакансий. Мы должны эту проблему, она состоит как минимум из двух частей. Первая – это сегодняшняя текущая ситуация, когда мы должны перепрофилировать, переподготовить. Переподготовка – две недели, месяц, два, три. Человек получает удостоверение, проходит практику и уже сегодня работает. Ему сегодня нужно семью кормить. У него одна специальность, он должен получить другую. И вторая – она более долгосрочная, она более медленная, но она даст гораздо выше. Отдача будет совершенно другая от этого. Второе направление в борьбе с безработицей – профориентация в школе. По мнению главы региона, этот способ решения проблемы самый эффективный. Определив для себя будущую профессию, ученик будет целенаправленно и углубленно изучать нужные ему предметы. Например, в Роснефть-классе, который работает на базе школы посёлка Искателей, упор делается на математику, физику и химию. Выпускники профильного класса – будущие инженеры и специалисты в области недропользования. Сегодня каждая школа округа переходит на профильное обучение. Так, в первой школе идёт углублённое изучение физико-математических и гуманитарно-филологических дисциплин. В третьей – социально-правовых. Четвёртая школа ориентируется на естественно-научном профиле. На борьбу с безработицей и содействие занятости жителей региона может быть направлена и ещё одна мера. В администрации региона предварительное рассмотрение прошёл законопроект о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. К этой категории разработчики документа предварительно отнесли одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих пять и более детей в возрасте до 18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без побечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые закончили организации профессионального и высшего профессионального образования. При условии проживания в округе не менее пяти лет для всех перечисленных категорий. Всем остальным гражданам, чтобы попасть под действие норм закона, необходимо прожить в НАО не менее 15 лет. Квоту установить для организаторов, где работают 50 и выше работников, в размере 30% от общей численности работников. Работодатели самостоятельно будут определять, какие это будут должности. Как отметил Сергей Сверидов, норма квотирования будет распространяться не только на вновь вводимы, но и уже существующие рабочие места. Поэтому работодателям потребуется определенный переходный период. Мы провели анализ, это в основном те субподрядчики, инъективные организации, которые привлекают рабочие силы и других субъектов. То, что мы сегодня организовали работу, у нас, к сожалению, нет административного ресурса, чтобы вопрос решить, что существовало. Дальше, если правильно задаете вопрос, что здесь пока методами уговоров и просьб данный закон нам бы позволил уже в другом русле решать эту проблему. По словам Сергея Сверидова, у более чем 30 нефтяных компаний, которые работают на территории Немецкого округа, не менее 200 субподрядчиков. Сегодня по поручению губернатора региона совместно с налоговой инспекцией ведется работа по постановке на учет всех подрядных организаций. После в этой организации можно будет трудоустроить местных жителей. Кроме субподрядных организаций нефтяной отрасли, законопроект распространит свои нормы и на предпринимателей региона. По словам Сергея Сверидова, федеральный закон о занятости населения дает региону такую возможность, как квотирование рабочих мест. Подобный прецедент уже существует в Московской области. Там подобный закон пытались оспорить в Верховном суде, но инстанция вынесла решение в пользу документа, установив, что его нормы не противоречат федеральному законодательству. Напомню, пока региональный законопроект проходит предварительное рассмотрение и будет корректироваться с учетом всех мнений и предложений. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Среднее профессиональное образование за счет окружного бюджета смогут получить 200 жителей Ниницкого округа. В регионе объявлен перечень специальностей среднего профессионального образования, на который в этом году будет осуществляться прием абитуриентов. В трех средних профессиональных образовательных учреждениях региона набор будет открыт по 8 специальностям. В основном для обладателей аттестатов об основном общем образовании. Лишь по одной специальности финансы в социально-гуманитарном колледже будут ждать выпускников 11 класса. В целом, за счет округа в следующем учебном году среднее профессиональное образование смогут получить 200 жителей НАУ. Так, техникум предлагает 50 мест по двум специальностям. Технология продукции и общественного питания, экономика и бухгалтерский учет. Колледж ждет абитуриентов по специальностям дизайн, финансы и физкультура. На бюджетной основе профессиональное образование смогут получить 75 жителей региона. Профессиональное училище планирует подготовить 75 поваров и кондитеров, автомехаников, а также мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машин. В апреле-май в профессиональных образовательных организациях пройдут традиционные дни открытых дверей, где потенциальным студентам и учащимся подробнее расскажут о будущей профессии и возможностях дальнейшего трудоустройства. Избирательная комиссия Неницкого округа отработает в своем нынешнем составе не пять лет, на которые она была назначена, а пять с половиной. Соответственно, новый состав избиркома Неницкого округа приступит к работе в 20-х числах декабря. Программа капитального ремонта многоквартирных домов региона требует корректировки, а именно пересмотра сроков проведения работ по ряду домов. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника государственной инспекции строительного и жилищного надзора Сергей Амбрамовский, отчитываясь о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Неницкого округа. По информации Сергея Амбрамовского, на начало февраля 2016 года на территории округа имеется 1038 многоквартирных домов общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. В региональной программе капремонта, рассчитанной до 2043 года, числилось 477 домов. Три из них были отремонтированы в прошлом году. В перечень работы и услуг в рамках капремонта входит ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования, крыш, подвальных помещений, фасадов и фундаментов. В настоящее время по системам холодного водоснабжения требуется капитальный ремонт 8% домов. Горячее водоснабжение 7,8%, по водоотведению 16,7%, теплоснабжение 17,3%, газоснабжение 3,0%, электроснабжение 52,4%, крыши 22,7%, подвалы 0,6%, фасады 28,5% и фундаменты 40% домов. По результатам мониторинга технического состояния в Государственной инспекции строительного и жилищного надзора выработали ряд предложений для регионального оператора капитального ремонта. В частности, предлагается еще раз посмотреть по срокам проведения капремонта систем водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, крыш, фасадов и фундаментов. Потому что те сроки, которые запланированы, в настоящее время они выходят за нормативные. И также по ряду домов, которые уже в настоящее время требуют капитального ремонта, вынесены предложения о проведении переноси на более ранние сроки проведения капитальных ремонтов. К примеру, дом по улице Евтысова-5 или Лаевожская-12, поселки Искатели, там в настоящее время уже фундамент находится в недурительном состоянии. А капитальный ремонт по этим домам, соответственно, запланирован на 1935-1937 год или 1926-1928 годы. То есть уже к тому времени они, скорее всего, уже с такими темпами, с такими аварийными. Напомню, что в соответствии с жилищным кодексом предусмотрены три формы управления многоквартирным жилым фондом. Непосредственное управление собственниками, управление ТСЖ и управляющей организацией. В настоящее время ситуация с управлением многоквартирными домами на территории НАУ выглядит следующим образом. В непосредственном управлении собственников находится 159 многоквартирных домов в управлении ТСЖ-1 дом и 573 дома в управлении управляющих организацией. Способ управления 303 домами в сельских муниципалитетах до сих пор не выбран. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На сегодняшний день требования закона таковы, что решения о формировании нового состава комиссии должны быть приняты не позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий. Учитывая график проведения сессии собрания депутатов, самым оптимальным сроком для принятия решения о начале формирования избиркома стало бы 14 апреля, день, на который запланировано проведение апрельской сессии. Однако, заметил Георгий Попов, 9 марта президент подписал поправки в отдельные законодательные акты России о выборах и референдумах. Они, в частности, предусматривают продление срока полномочий региональных избиркомов, истекающего в 2016 году после 29 мая, до окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 7-го созыва. Соответственно, данная норма будет распространяться и на избирательную комиссию Ненецкого округа. Соответственно, новый состав избиркома Ненецкого округа приступит к работе в 20-х числах декабря. В Ненецком округе проходят съемки документального фильма «Арктика. Антарктика». В кадр попадут зимник, нефтяники, жители Тундры и Нарьинмара. О людях с севера и знаменитых первопроходцев. В Ненецкий округ приехала экспедиция «Арктика. Антарктика» для съемок документального фильма. Участники проекта планируют познакомиться с жизнью северян, побывать у нефтяников на буровой платформе «Приразломная» и провести параллели с великими экспедициями в Арктику. Перед началом творческого проекта съемочная бригада сама стала героем съемочного процесса. Фильм о жизни на севере – шестой для творческого проекта по дорогам и бездорожью истории. Пять предыдущих документальных лент посвящены Кавказу, Ямалу, Кольскому полуострову. Каждая картина – своеобразный рассказ о нынешнем и прошлом региона. Хочется в этом фильме соединить историю с современностью. Мы будем все время перекличку делать с временами 200-300 летней давности, с экспедиции Беллинсгаузена, который открыл Антарктиду, с экспедиции Седова, который пытался достичь Северного полюса. Но, к сожалению, попытка была трагической. Седов погиб, не дойдя до конца своего маршрута. И мы хотим показать тех людей, которые сейчас работают в Заполярье. Рабочее название фильма «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию». Часть про Антарктиду уже готова. Ее сняли в рамках 61-й антарктической экспедиции. В Ненецком округе будут снимать про Арктику. Зимник, нефтяников, жителей тундры и города. Мы все-таки стараемся снимать в таком ключе, как экшен, вытягивание машин, красивые виды, красивые виды Севера, но при этом еще и рассказ. Поэтому мы все-таки ставим упор на молодежь, на то, что именно в таком виде современном людям будет интересно смотреть. Перед поездкой в округ участники прошли тщательную подготовку. В учебно-тренировочном центре Санкт-Петербурга научились эвакуироваться из вертолета при падении в воду, получили специальные справки для работы в условиях Севера. Что касается транспорта, экспедиторы передвигаются на иномарках, приспособленных к бездорожью. Ночевать в машинах пока не приходилось, но они полностью укомплектованы. Установлены дополнительные подогреватели в салон, установлены подогревы топливных фильтров, но практически ничего. Обычное ТО перед выездом обслуживания лебедок, а лебедки на всех машинах установлены. Усиленные пороги, защита днища, сушители, экспедиционные багажники. Закончить историко-познавательный фильм «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию» планируется к лету. По традиции видео сразу же будет выложено в интернет, чтобы Арктика стала еще доступнее. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Для уюта, тепла и души в центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Лоскутный домик». Экспонаты выставки, творения рукодельниц Народного клуба «Татьяна». Вот уже пять лет рукодельницы показывают свои работы на мартовской выставке. Предметы интерьера, изделия для кухни и спальни, куклы и приятные мелочи, даже одежда. Диапазон работ рукодельниц ограничивается только их фантазией. Каждый из экспонатов непременно несет тепло и душу творца. Ведь лоскутная техника требует намного больше времени, чем шитье из цельной ткани. Мне кажется, за этим лоскутным шитьем большое будущее. И мы ежегодно, к нам вливаются новые женщины, которые называем их малыши. И они тоже постигают азы этого творчества. И некоторые уже и выставляются. В этом году клубу «Татьяна» исполняется 20 лет. В планах творческого коллектива создавать новые и оригинальные работы, совершенствовать технику шитья. Выставка «Лоскутный домик» будет работать до 20 апреля. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес www.trk.sever.ru Далее прогноз погоды.